Валерий Рашкин Валерий Рашкин И я сразу сказал, что мне эта позиция очень не понравилась И если выступление Геннадия Зюганова по этому делу Было, пожалуй, первым за очень и очень много лет Его несоглашательским выступлением То позиция Николая Платошкина здесь была прямо противоположна Она была даже несоглашательской, а хуже В наше время такую позицию принято называть запутинской Но в указанной публикации я лишь вскользь упомянул об этом Однако события развиваются И думаю, на этой ситуации следует остановиться подробнее Напомню суть позиции Николая Платошкина Сразу, по горящим следам, как только в СМИ Точнее в номенклатурных СМИ Начала вовсю раздуваться истерия Касательно этого лосиного дела Валерия Рашкина Он сразу его решительно осудил И самое главное, четко намекнул, что ему немедленно стоит Оставить пост первого секретаря МГК КПРФ И также положить на стол партийный билет Вот как он об этом сказал Вы знаете, вот я все время, когда вел избирательную кампанию Я с чем сталкивался? Мне говорят, а в чем разница? Вот в чем разница между вами и ядром? И мне очень хотелось бы, чтобы эта разница была Да, мы должны быть осмотрительнее, осторожнее Мы чище их должны быть, если мы претендуем на то, что мы другие люди Поэтому, понимаете, когда они выкладывают из бедных убитых гусей Там свои инициалы Мне это понятно, это они Поэтому я и против, нет Мы такого не должны делать И я бы на месте Валерия Федоровича Ну, сделал бы из этого вывода сам Не дожидаясь, так сказать, там решения КПРФ Сдал бы партийный билет? Ну, я не знаю, сдать ли билет Или там отказаться от руководства организации Это они пусть решают А то скажут, что Платошкин заставляет его там в отставку подавать Кроме того, он пролил более чем достаточно крокодиловых слез По убитому животному И, на мой взгляд, здесь перещеголял даже про номенклатурные СМИ Напоминаю В прошлой публикации я уже сказал Что особенно меня покоробила его фраза о том, что животные, которых убивают, плачут Вот как он об этом сказал Я много раз говорил, что я не могу понять людей Которые ради забавы убивают животных, особенно мирных Ну, лось ради забавы не придет вам окно копытом разбивать, понимаете? Потому что ему делать нечего Они же плачут, когда их убивают Это же действительно наши меньшие братья Но время идет И вот, как я уже сказал, позиция Николая Платошкина теперь изменилась Теперь он вдруг резко начал поддерживать Валерия Орошкина Сейчас он призывает до окончания следствия Обязательно оставаться депутатом Госдумы Но временно попросить товарища Отстранить его от исполнения обязанностей руководителя Горкова Ну, а о том, чтобы класть на стол партийный билет Теперь уже Платошкин даже и не заикается Вот как он об этом сказал Я бы оставался депутатом, естественно И попросил бы товарища по партии временно До окончания следствия Отстранить его от должности руководителя Московского горкома Ну, чтобы, так сказать, ничего не мешало следственным действиям Также он подчеркнул, что наказанием здесь, на его взгляд, должен быть штраф Вот такая вот интересная картина Что здесь можно сказать? Я уже говорил, что меня очень многое настораживает в деятельности Николая Платошкина И у меня об этом есть подробный ролик Но его не будет на конечной заставке Поскольку там, я считаю, сейчас, на данный момент Более целесообразным разместить ролик другой Ролик, разъясняющий, что такое политоризм Больше всего в деятельности Платошкина Меня настораживает то, что он везде, как говорится, с кровавой пеной у рта Призывает нас вернуть в социализм Который якобы был в Советском Союзе А это можно было бы простить малограмотному человеку Но не интеллектуал, которым, безусловно, является Николай Платошкин Любой политолог, а Платошкин-Политолог, прекрасно знает Что в Советском Союзе, благодаря Сталину, и близко не было никакого социализма А был политоризм А эта система, что по Марксу, что по Энгельсу, что по Ленину Намного хуже не только капитализма, но и даже рабовладения И они подчеркивали, что более страшной и более гнусной Общественно-исторической системы, чем политоризм Или азиатский способ производства, АСП В истории человечества не было Равно как они подчеркивали, что эксплуатация людей Коллективными социальными паразитами Намного хуже их эксплуатации социальными паразитами частными Сталин запретил преподавать политоризм В учебных заведениях Советского Союза Этот запрет буквально свято соблюдался номенклатурой Весь период существования СССР Повторяю, мой подробный ролик о политоризме будет на конечной заставке Платошкин же, вовсю размахивая красным знамением, призывает нас вернуть такую систему И повторяю, ладно бы он ничего не понимал, как не понимают многие рядовые коммунисты Рядовые члены движения за новый социализм Но он-то как раз не может этого не понимать Но и согласитесь, такое не может не насторожить Я здесь где-то понимаю членов КПРФ Хотя уже говорил, что я не считаю их коммунистами Не считаю, потому что они продолжают исповедовать официально Сталин с Косусловским научно-коммунизм Из которого искусственно буквально вымаран политоризм И вымаран с единственной целью Не дать простым людям в Советском Союзе Понять, что коллективные социальные паразиты Намного хуже социальных паразитов частных И в КПРФ по сей день не нашлось ни одного настоящего теоретика Который этот самый научный коммунизм бы разоблачил Но Платошкин-то создал новую левую теорию Которую официально назвал левый социализм И там опять полностью проигнорировал данный, можно сказать, самый главный факт Равно, как и полностью проигнорировал главное предупреждение Владимира Ильича Ленина Владимир Ильич Ленин любил повторить В России нельзя реставрировать капитализм Поскольку нельзя реставрировать того, чего в ней никогда не было А вот опасность азиатской реставрации чрезвычайно высока Да, что по Марксу, что по Энгельсу, что по Ленину В России никогда, представьте себе, не было капитализма Почему, кстати, Ленину и понадобилась Теория перерастания буржуасно-демократической революции в социалистическую Дело в том, что социалистическая революция в условиях политаризма Что по Марксу, что по Энгельсу, что по Ленину невозможно Но все 70 лет существования так называемой советской власти Номенклатура обманывала нас И учила, что в школах, что в средних учебных заведениях Что в вузах, совершенно другом Да и как ей было нас не обманывать Ведь если бы она это признала То сразу же всплыло, что все 70 лет Нами, оказывается, руководили непламенные борцы за коммунизм А нами руководили социальные паразиты Которые намного хуже не только капиталистов Но и даже рабовладельцев И, кстати, продолжают руководить Ведь вся советская номенклатура так и осталась на своих постах А если кто и ушел, так только по возрасту Равно как в современной Российской Федерации Совершенно не изменилась политарная система Характерная что для царской России, что для Советского Союза Правда, теперь власти пытаются нам внушить, что это капитализм А так называемая левая оппозиционера, что это олигархический капитализм Что, кстати, довольно наглядно показывает Что руководство, что правых, что левых в кавычках Вполне стоит одно другого Эту маленькую деталь Николай Платушкин В теории своего нового социализма Почему-то предпочитает игнорировать И чем же тогда его, этот самый новый социализм Отличается от сталинско-сусловского Научного коммунизма На практике приход к власти такого левого движения Может означать только одно Политарная система опять прикроется красными знаменами Точно так же, как она прикрылась красными знаменами В Советском Союзе при Сталине Ну а номенклатура как сидела на шее народа Так и останется сидеть Поэтому лично меня нисколько не удивила Такая гибкая позиция Платошкина в деле Рашкина Здесь сложно не согласиться с Мюллером Известным героем сериала «17 мгновений весны» Отказ от своего мнения Это всегда дурно пахнет Только вот новый социализм Игнорирующий Указанное предупреждение Владимира Ильича Ленина Думаю, пахнет еще куда более дурно Если понравился ролик Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Делитесь роликом в социальных сетях И на других ресурсах Пишите комментарии Смотрите мои аналогичные ролики Какие именно вы видите на конечных заставках